В этот день 3 августа родились Павел Мельников, выдающийся инженер, один из создателей русских железных дорог. Борис Курчатов, ученый-радиохимик и следователь в области твердых выпрямителей. Брат Игоря Курчатова, создателя советской атомной бомбы. В этот день 3 августа 1790 года очередная русско-шведская война завершилась подписанием Вирельского мира. 3 августа 1799 года Османская Турция впервые дала свободный проход через Босфор русским военным кораблям. 3 августа 1888 года открыт Томский университет, первый за Уралом. 3 августа 1964 года постановлением правительства СССР утверждена советская лунная программа. В этом может быть сложно поверить, но когда в начале 60-х годов были проведены соцопросы американцев на тему «лететь ли штатом на Луну», больше половины опрошенных высказались против. Многих пугали огромные десятки миллиардов долларов, которые требовалось потратить на столь масштабное предприятие. В 1962 году президент США Кеннеди все же заявил о глобальной цели полета к Луне. Однако его одолевали сомнения. На выступлении в ООН 20 сентября 1963 года Кеннеди вдруг высказался. Почему первый полет человека на Луну должен быть делом межгосударственной конкуренции? Зачем нужно Соединенным Штатам и Советскому Союзу, готовя такие экспедиции, дублировать исследования, конструкторские усилия и расходы? Он предлагал совместный проект лунной программы. Как бы поменялась история отечественной космонавтики, если бы тогда Москва приняла предложение в Вашингтон? Однако генсек Хрущев был непреклонен. Луну американцам не отдадим. Сколько надо средств, столько и найдем. 3 августа 1964 года была окончательно оформлена советская лунная программа, отдельная от программы НАСА. Надо сказать, у советского лидера имелись все основания надеяться на успех даже без сотрудничества с американцами. К тому моменту СССР был единоличным лидером в космосе. В том числе в лунных проектах. Первое касание рукотворного объекта с Луной. Фото ее обратной стороны. В 60-м году даже планировали осуществить ядерный взрыв на естественном спутнике Земли. Но от этого отказались. Уже после 65-го года из открытых источников исчезли всякие упоминания о намерениях высадить на Луне советских космонавтов. А это значило одно. Работы уже идут и они засекречены. Теперь мы знаем имена первой пары людей, которые готовили в СССР для этой миссии. Алексей Леонов и Олег Макаров. Леонов это тот самый человек, который первым покинул пределы космического аппарата и вышел в пустоту Вселенной. В то же время ударно велись работы по созданию необходимой лунной ракеты-носителя. Ею должна была стать Н-1. Ракета-монстр. Почти в 3000 тонн массой, над которой уже несколько лет работал Сергей Королев. Кстати, он тогда и возглавил всю лунную программу. 25 декабря 1964 года Королев даже подписал эскизный проект аппаратно. Однако почти сразу появились первые плохие признаки. Во-первых, на ракете только на первой ступени предполагались 30 двигателей. Как синхронизировать их работу? Не слишком ли сложно? Во-вторых, выяснилось, что даже расчетной мощности не хватит на то, чтобы сбустить к Луне больше двух человек. При этом в собственной кой поверхности отправится один. Сам космонавт Леонов позже говорил. У нас планировалось, чтобы на поверхность Луны сел один человек и вышел. На мой взгляд, это, в общем-то, дело рискованное. Я рисковый человек? Но это уж слишком. Когда же с февраля 1969 года стали испытывать ракету «Он-1», неудачи сменялись одними неудачами. Четыре пуска – все аварийные. Когда в июле того же года американцы транслировали первые шаги человека по Луне, этого не показывали советским гражданам. Зато по закрытому каналу смотрел Алексей Леонов, который должен был, по задумке Королева, быть первым на Луне. И тем не менее, без зависти и горечи он позже скажет. Это, конечно, был настоящий восторг. И мы радовались, клянусь, мы радовались, что вот человек там находится. Это действительно торжество разума. Как считают многие специалисты, СССР проиграл лунную гонку, потому что пытался успеть все. И первым – облететь Луну, и высадиться, и запустить луноходы. Кстати, те же луноходы стали прорывом в роботизированной космонавтике. Тем не менее, в 1776 году советская лунная программа была официально закрыта. Это был конец целой эпохи.